В этот раз, в понедельник, ради Фаритовича, оперативки опять не было. Назаров даже не стал объяснять, что Хабиров, дескать, у нас сегодня где-нибудь работает в Москве или где-нибудь работает еще. На самом деле ни в какой Москве Хабиров не работал, хотя, может, и был, это никому неизвестно. Но к концу дня стало известно, что ради Фаритович безвременно ушел в отпуск. При том, что именно на эту оперативку были запланированы какие-то громкие события, значит, он, помните, там шумел, галдел, кричал на всех, что плохо убрались, и 17-го вы мне тут все отчитаетесь, но как-то, видимо, потерял к этому особый интерес. И без объявления войны ушел в краткосрочный отпуск, который захватывает предыдущие выходные и длинные следующие выходные, связанные с праздником Курбан-Байрам. Под председательством премьер-министра Назарова оперативное совещание покатилось по накатанной колее. Первое слово дали госпоже Прочаковской, чтобы выяснить, что же все-таки волнует граждан. По мнению Елены Анатольевны, граждан больше всего, конечно, волнует то самое преславутое благоустройство. И, как она выразилась, жители по-прежнему настаивают, чтобы мешки с мусором вывозили вовремя, но есть и вопросы к жителям. По-прежнему субботники, по-прежнему жители настаивают на том, чтобы мешки после уборки субботников вывозили оперативно и вовремя, но есть вопросы и к самим жителям. Вообще основной концепцией работы и ЦУРа, и самой Прочаковской является выявление виновности самих жителей в тех проблемах, которые они декларируют, заявляют и которые описывают в своих обращениях. И, как говорится, передача меча на поле противника. Основной задачей вообще функции ЦУРа и самой Прочаковской является защита облика и авторитета дорогого Радио Фаритовича от вот этого самого поганого и несносного мнения жителей, которые они безостановочно высказывают во всяких аккаунтах в соцсетях и пишут письменно. Некоторые нацарапывают даже на стенах лифтов. В общем, вот именно этим занимается Прочаковская. Вовсе не выяснением этого мнения и не его анализом. По версии Елены Анатольевны все, в общем-то, понятно. На первом месте благоустройство, на втором – дороге, дальше ЖКХ. Потом мусор, общественный транспорт, медицина, соцобслуживание, образование, строительство. И на десятом месте – вопросы мобилизации. В полуха выслушав вот этот вот бред, который несла Прочаковская, Назаров прокомментировал проблемы мобилизации как-то так довольно неожиданно, если честно. Комментировав вербовку добровольцев в батальоны и прочие воинские объединения набор контрактников на СВО Назаров отметил, что недопустима конкуренция вербовочных штабов с военкоматами. Замечены случаи, ну, скажем так, назовем это случайной конкуренции военкоматов с нашими штабами, которые наши земляки организовали для сбора добровольщиков батальонов, для комплектации этого, этих батальонов. Вот это недопустимо. Общая задача, общая задача победить, общая задача поддержать наших земляков, которые готовы пойти добровольщики или батальоны. Ну, то есть, не очень понятно, на самом деле, о чем конкретно идет речь, и о какой такой конкуренции и схватке говорил Назаров, но очевидно, что с набором людей в эти добробаты есть определенные проблемы, если за них приходится конкурировать вот этим вот двум, как выяснилось, конкурирующим структурам штабы по набору добровольцев и непосредственно сами военкоматы. Назаров, в общем, сказал, что нужно, это строго так указал, что нужно вообще-то сотрудничать, а не друг у друга перехватывать этих редчайших добровольцев. В общем, десятое место, по мнению Прочаковской, занимает в сознании жителей Башкирии мобилизация и все, что с ней связано. Далее проанализировали ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС и пришли к неожиданному выводу, что там все прекрасно. Ирина Александровна Голованова сообщила, что за минувшую неделю отключений ресурсов ЖКХ свыше восьми часов в Республике Башкортостан вообще не было. За период с 10 по 16 апреля в Республике аварийных отключений коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их представления не зафиксировано. То есть все работало как часы, ну там что-то по чуть-чуть немножко отключали воду, свет, газ и отопление, но все это уже ерунда и все это не считается. Правда, Ирина Александровна ни словом не обманулась об уборке территории у домов и во дворах, но об этом ей, в общем-то, пришлось поговорить потом и подробно. Господин Клибанов, министр транспорта и дорожного строительства, говорил в основном только о ДТП, травматизме и погибших на дорогах. Их все еще меньше, чем в прошлом году. Соответственно, Клибанов Марк удержит. ДТП 55 пострадало 67 человек, погибло только 4 за эту неделю. И общий баланс минус 12 человек погибших к тому же периоду прошлого года. Клибанов пока этот показатель удерживает. Про ямочный ремонт и нанесение разметки было сказано вскользь. Собственно, 49% выявленных дефектов на дорогах уже отремонтированы, по мнению Клибанова. На автомобильных дорогах выявлено 46 511 штрафов. Из них отремонтировано 22 771 дефект. Мы помним, как вообще все это считалось в прошлые годы. Сейчас они начнут нам каждый день бормотать цифры, что они уже 149, 189, 199%. Потом они заявят, что ремонт сделан. Правда, это будет никак не подтверждаться визуальным осмотром окружающей среды, но доклад будет исполнен, работы в их представлении будут сделаны, разметку нанесут какой-нибудь белой красочкой, которая сотрется ближе к середине июня, и на этом все разойдутся. Ямочный ремонт это бесконечная работа в Башкирии, это бесконечный бизнес, это огромные деньги, естественно, от этого отказываться никто не собирается. Далее заслушали министра сельского хозяйства, вице-премьера правительства господина Фазрахманова, который поведал нам об успехах в сельхозкооперации на территории республики. Вот это был довольно редкий в последнее время доклад, содержащий большое количество цифр, с которыми по-настоящему можно было бы работать. При том, что вот этот доклад Фазрахманова как раз был достоин анализа, потому что из, казалось бы, очень благостных данных, которые он доложил, проистекают достаточно неожиданные и очень печальные, иногда смешные выводы. Вот давайте посмотрим, что нам рассказал господин Фазрахманов. Он дал нам довольно-таки последовательно данные о сельхозкооперации в Башкирии и все это подавалось как необычайный успех и достижение. А вот теперь давайте посмотрим, является ли это успехом и достижением. Господин Фазрахманов выдал нам такие данные. 402 потреб кооператива у нас работают на территории республики, в них работает 928 сотрудников, 8751 пайщик, то есть члены кооператива, не путать сотрудниками. И состав этих пайщиков следующий. 70% это хозяйство населения, то есть граждане персонально состоят членами этого кооператива, 18% это фермерские хозяйства и 12% это юридические лица. Оборот всех потребительских кооперативов в 2022 году составил 2,9 миллиарда рублей. При этом 2,1 миллиарда рублей из этого оборота были потрачены на закуп сельхозсырья. То есть это уже очень странное соотношение 2,9 к 2,1. Объем переработки на все 402 кооператива составил 90 тысяч тонн сельхозсырья. Прибыль, внимание, у всех кооперативов совокупная сложилась в сумме 80 миллионов рублей. помните, на фоне почти 3 миллиардов оборотов. Налогов и страховых взносов потребительские кооперативы выплатили на 90 миллионов рублей в год. Кстати говоря, почти на тысячу работников. И господдержка в 2022 году составила 233 миллиона рублей субсидий. В 2023 году будет примерно такая же сумма 235 миллионов рублей. Собственно, вот все цифры, которые нам изложил Фазарахманов. А теперь давайте возьмем калькулятор и начнем считать. Средний объем переработки на каждый кооператив составляет примерно 900 килограмм сельхозпродукции в день. В рабочий день, не в календарный. Весьма скромная цифра, согласитесь. Особенно, если речь, например, идет о переработке зерна, ну и даже мяса или молока. Это немного. Средний оборот кооператива составил всего лишь 7 миллионов рублей в год. Средний. Мы не знаем, кооперативы, конечно же, разные, но среднесписочная численность работников в этих кооперативах всего 2,5 на человека, на каждый. Так вот, средняя прибыль кооператива составляет всего лишь жалкие 200 тысяч рублей в год. Налоги кооператива составляют 223 тысячи рублей. Зная общую сумму налогового бремени в Российской Федерации, мы можем из вот этой суммы в 223 тысячи рублей достаточно точно вычислить фонд заработной платы. Средняя, опять же. Так вот, при штате в 2,5 человека средняя зарплата в кооперативах в Республике Башкортостан составляет всего лишь 18,5 тысяч рублей. Я могу ошибаться, рублей на 500, но не больше. Но это же чушь полнейшая, вот то, что нам изложил господин Фазрахманов. Вот все это, это вот буря в стакане, это вот имитация бурной деятельности. 200 тысяч прибыли в год на предприятие. 18,5 тысяч рублей зарплата в кооперативах. Ну, это же бред. И вот это все вице-премьер правительства в дорогом костюме докладывает нам с высокой трибуны. Это пример того, как можно одни и те же цифры подавать в очень разном свете. То есть, 3 миллиарда рублей оборота, 2 миллиарда рублей на закупку сельхозсырья, 90 миллионов рублей налогов и всяких выплат. А на самом деле, это все копейки, это все мышиная возня. Стоит ли вообще все это датировать, а самое главное, стоит ли вот этим гордиться, вот так, как этим гордится Фазрахманов, совершенно непонятно. Просто этот товарищ пользуется тем, что вокруг него он-то научился читать и писать, ну, с ошибками, но умеет, а вокруг него, видимо, царит сообщество людей, которые умеют или читать, или писать. Но не все же такие. И вот мы взяли калькулятор и посчитали подвиги господина Фазрахманова на Ниве потребка операции. Помните, как Радий Фаридович на прошлой оперативке шумел, галдел, поставил двойку за работу Головановой по уборке городов и строго так я и сказал, 17-го вы мне отчитаетесь, а то я сейчас всех увольнять буду, у меня есть такой фотоальбомчик страшненький, сейчас его всем покажу, все уволятся сами. Я даю срок, вернее, я ничего не меняю, вот у нас сегодня 10-е же, да, вот до 17-го апреля контрольное управление практически вы эту неделю должны жить на территориях. Ну, в общем, не случилось, Ради Фаридович сам слег в отпуск, а Голованова, очевидно радуясь отсутствию Ради Фаридовича, бегло доложила, что силами 200 тысяч бесплатно привлеченных к уборке улиц и городов бюджетников и школьников в республике наведен безупречный стерильный порядок. В мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек. Ну, есть незначительные недочеты в Довлекановском районе и в Ишимбайе, но с ними, как говорится, борются компетентные органы. Система контроля проведения субботников, воскресников и даже четверговников, которые теперь внедряются в Башкирии, эта система контроля так безупречна и так точна, что Голованова, ну, отвечает за качество вот этого всего контроля. Мусор собран, смет, сметен, листва не шуршит, пыль больше не пылит, ну, в общем, выдохнули все, Ради Фаридович свой альбомчик никому не покажет и никого не уволит. Осталось теперь только понять, а на самом-то деле что? Ну да, помахали бюджетники от страха метелками, их, значит, начальство выгнуло на улицу, тем самым, кстати говоря, нанеся достаточно существенный экономический ущерб республики Башкортостан, хотя бы потому, что люди пару дней свою работу не работали. Работает, стоит денег и за работу за это им платят. А они ходили улицу подметать, ну, то есть, исполняли несвойственные им функции. Многие из этих людей достаточно высоко квалифицированные специалисты, а подметали улицу, а подметать должны другие. Ну, в общем, это такой, в общем-то, феодальный подход к решению проблем, но вернусь к своему вопросу. А действительно убрали? Давайте, в общем, оглянемся вокруг, пофотографируем телефонами и пришлем нам в редакцию то, как выглядит у вас порядок вокруг вашего дома, вокруг вашего места работы, в вашем населенном пункте. Есть ли там мусор, нет ли там мусора, убрались ли там или просто красиво отчитались. А потом на оперативке снова Ирину Александровну Голованову попросили отчитаться. В этот раз она отчиталась по вопросу внедрения энергосервисных контрактов в сфере освещения населенных пунктов. Пару, тройку оперативок назад Радий Хабиров очень хвалил мэра Уфы Мавлиева за то, что он, дескать, какой-то там энергосервисный контракт внедрил в Нефтекамске и теперь внедряет его в Уфе. В тот раз как-то не прозвучало ни цифр, ни расшифровки вот этого вообще явления энергосервисный контракт и вот теперь Ирина Александровна Голованова эту ошибку исправила, этот пробел заполнила и довольно подробно объяснила нам новый схематоз, который внедряется в Республике Башкортостан по распилу бюджетных денег. Причем как раз таки Голованова начала с того, что вообще вот эта вот замутка, вот этот вот энергосервисный контракт это самое большое благо вообще для муниципалитетов, потому что его главным преимуществом является то, что он не требует финансирования из бюджета совсем, так считает Голованова. И только один механизм не требует дополнительного финансирования из бюджета это энергосервисный контракт, при реализации которого старые светильники меняются на новые с меньшим энергопотреблением без привлечения дополнительных бюджетных средств. Ну, на самом деле это немного неправда, так мягко говоря. По сути это та же самая концессия, только на 6-7 лет, иногда на 8 лет муниципалитет растягивает выплаты по выполненным работам нанимаются фирмы, которые, например, оценивают ситуацию с освещением в городе или в районе и предлагают схему, потом проводится контракт, эта фирма за свой счет ставит новые светильники энергосберегающие, ставит новые распределительные шкафы, провода, опоры освещения, все это делается, и потом 6-8 лет муниципалитет выплачивает, очевидно, завышенную стоимость этих светильников и всех этих работ, растягивая эту сумму на 6-8 лет, но, тем не менее, муниципалитет выплачивает из бюджета, вопреки заявлениям госпожи Головановой, которые считают, что бюджетное финансирование для энергосервисного контракта не нужно, оно там точно нужно. Так вот, Ирина Александровна сообщила нам, что на данный момент уже 18 муниципалитетов в республике заключили вот эти самые энергосервисные контракты, 14 муниципалитетов планируют заключить эти энергосервисные контракты, и 22 муниципалитета, подумав, мудро отказались от заключения этих кабальных контрактов, в Уфе энергосервисный контракт реализован в Демском районе, и по утверждению госпожи Головановой, Дема теперь безупречно освещена, везде все прекрасно, и замечательно, в остальных шести районах города Уфе эти контракты будут заключены в ближайшее время. Голованова утверждает, что экономия от внедрения энергосервисных контрактов составляет от 70 до 75%, но, она, правда, не объясняет механизмов этой экономии, и у меня складывается ощущение, что она путает экономию бюджета с экономичностью светодиодных лампочек, вот это, по-моему, главная ее ошибка, а, возможно, и намеренно она вводит нас в заблуждение, да, действительно, светодиодные лампочки, они экономичнее галогеновых или просто ламп накаливания примерно на 70-75%, но речь не идет об экономии бюджета. Кроме того, госпожа Голованова тщательно обходила стороной вообще вопрос сумм, то есть, сколько стоит этот контракт, сколько будут платить в год муниципалитеты, сколько вообще стоили все эти светильники, провода и распределительные шкафы, ну, на самом деле, энергосервисный контракт это всего лишь перекладывание расходов сегодняшнего дня на когда-нибудь на потом, причем с явным, если не кратным, их увеличением этих расходов, иначе эта система бы не работала. Вот представьте себе коммерческое предприятие, ему нужно истратить там 100-200 миллионов, например, денег, своих уже существующих сейчас денег, и потом получать их обратно частями аж целых 6-8 лет. Понятное дело, что истратив сейчас 100 миллионов, они не согласятся получить, например, 120 миллионов в течение 6 лет. Нет, потому что мы знаем настоящий реальный уровень инфляции в Российской Федерации, это вовсе не те там 3-5 процентов, которые нам льет в уши Владимир Путин и его товарища, это существенно большая цифра, и что-то нам всем подсказывает, что инфляция в России будет только нарастать, если не галопировать, соответственно, нормальный бизнесмен, прикидывая перспективу в 6-8 лет понимает, что нужно закладывать туда удвоенные, утроенные суммы, то есть, если он 100 миллионов сейчас истратит на вот этот энергосервисный контракт, ему точно нужно понимать, что он получит, например, 300 в течение 6 лет, вот тогда ладно, тогда пойдет, иначе нормальный бизнесмен, повторюсь, нормальный бизнесмен откажется от подобных условий, это неинтересно, сейчас живые настоящие деньги тратить на перспективу растворить их в инфляции в течение 6-8 лет, потому я все-таки не видя цифр этих контрактов и не понимая структуры этих контрактов, ну, недоступны они нам пока еще, берусь утверждать, что цифры выплат, конечно, там увеличены в разы, это точно, иначе бы это не работало, но мадам Голованова вводит в заблуждение и нас, и свое начальство, утверждая, что энергосервисные контракты на освещение муниципалитетов в республике Башкортостан вообще не требуют бюджетных вложений, на самом деле это, конечно, не так. в годы вновь бюджетных вложений Продолжение следует...